Здравствуйте, с вами Марина Романюк. В конце рабочей недели, как обычно, вспоминаем, чем запомнились уходящие пять дней. Мои коллеги и я прямо сейчас расскажем о самых обсуждаемых в городе Темах. Смотрите в выпуске. Новости со снежного фронта продолжают поступать, управляющие компании не справляются с уборкой дворов, иногда на неубранные участки приходится обращать внимание прокурорам, но в целом коммунальщики трудятся круглосуточно, а мы следим за процессами. Новая форма ковида омикрон. Чем опасен, что делать, как лечить? Прогнозы лечащего врача в нашем материале. Об уборке снега можно говорить бесконечно, выходит палка о двух концах, иногда дороги нельзя почистить из-за припаркованных машин, а иногда и сами люди не знают, куда обращаться. В следующем материале расскажем о подобном случае. Лезть через сугробы, чтобы добраться до школы. С такой формулировкой автор выложил свое видео в социальные сети. Это подход к 23-й школе, куда ежедневно родители отводят своих детей. Ситуации заинтересовались в прокуратуре района. Вместе с инспектором Центра дорожного и технического надзора сотрудники изучили подъезд к школе. Выводы были неутешительные. Выявлено наличие сформированных снежных валов ближе 10 метров от пешеходных переходов, а также обнаружено наличие рыхнулого снега и зимней скользкости. По факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации города Рязани внесено представление с требованием безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений. И меры приняли незамедлительно. У школы номер 23 зашумела техника. Расчистку от снега произвели заранее, сообщают в мэрии, поэтому сосредоточились на тротуарах и дороге. Снег вывезли на спецтехнике. Проверка качества обслуживания автомобильных дорог и жилищного фонда зимой в прокуратуре ведется регулярно. Проверяют и городские службы. Обращают внимание на дороги, придомовые территории и даже на кровли зданий. Придомовые территории следует убирать управляющим компаниям, поэтому если жители все еще утопают в снегу, то следует звонить им. Если же есть претензии к уборке придомовых территорий, то следует обращаться по телефону горячей линии диспетчерской службы администрации города Рязани. 44 79 15. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания. Город. 5 ДТП и 5 пострадавших. Такая сводка происшествий на дорогах. В регионе цифра больше. 31 дорожно-транспортное происшествие, но также без жертв. С подробностями Валерий Седов. Это фотографии вчерашней аварии в центре города. Произошла на в час пик половину седьмого вечера, когда многие возвращаются домой с работы. 23-летний житель города Рязань, управляя автомобилем Део Некси, по предварительной информации не справился с рулевым управлением своего авто, в результате чего совершил столкновение с троллейбусом. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю легкового автомобиля понадобилась медицинская помощь. Однако в соцсетях говорят совершенно о другом происшествии. В четверг в больнице скончался сбитый машиной Рязанец. По рассказам очевидцев, он шел вдоль заснеженной обочины. ДТП случилось еще в прошлую пятницу. За жизнь юноши боролись врачи. Статистика же неумолима. 33 погибших на дорогах – это цифра прошлого года и только по пешеходам. Сейчас ситуация не лучше. С начала года 26 ДТП с пешеходами и четверо погибших. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения мер безопасности при проезде пешеходных переходов. Подъезжая к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым водителю, необходимо снизить скорость и предпринять все действия для того, чтобы пропустить пешеходов, пересекающих проезжую часть. Пешеходам тоже следует быть внимательными. Нужно убедиться, что все автомобили остановились и только тогда переходить дорогу. Тем более в условиях непогоды, когда тормозной путь у машин увеличен. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязань пришла новая коронавирусная инфекция. Речь идет о новом штамме «Омикрон». Школьников и студентов переводят на дистанционное обучение. Региональный Роспотребнадзор порекомендовал перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Однако также в средствах массовой информации пишут, что болезнь протекает куда легче. Но так ли это на самом деле? «Омикрон», что называется, накрыл город своей волной. Только всем показалось, что можно выдохнуть, как появилась новость, что за три дня в Рязанском КБ количество заразившихся «Омикроном» увеличилось геометрически. В правительстве отмечают, что динамика эта, к сожалению, положительная. Сегодня мы столкнулись с совершенно иной волной, которая в первую очередь дает колоссальную нагрузку на амбулаторную систему. Мы видим, что только за последние три дня количество обратившихся за пациентов с положительными анализами увеличилось в три раза. Поэтому мы собрали все ваши заявки по каждой медицинской организации. Это необходимо нам 139 студентов-медиков, 39 волонтеров из медвуза, 203 волонтера немедицинских работников и уже работают 35 автомобилей правительства Рязанской области, которые оказывают помощь в наших организациях. Высокая температура, лихорадка, сухой кашель и одышка – это симптомы, можно так сказать, уже привычного нам штамма коронавируса «Дельта». Сейчас же новую волну вызвал уже омикронштамм. Разница в симптомах, кстати, есть. Об этом рассказала Надежда Бачманова, врач-инфекционист, с которой мы связались по видеосвязи. При омикронштамм остается высокая температура тела до 38-39 градусов. Возможно, характерны такие симптомы, как ренарея, это насморк, заложенность носа, сухой кашель, головные боли, ломота в мышцах и суставах. Лечатся пациенты преимущественно амбулаторно. И в социальных сетях уже появилось мнение, что омикрон переносится легче. Цитируя классиков, но это не точно. Предварительная информация говорит о том, что штамм омикрона будет протекать легче, чем дельташтамм. Но для того, чтобы нам полностью удостовериться в этом или опровергнуть это, нужны еще дополнительные данные. Поэтому по мере сбора этих дополнительных данных информация будет обновляться и, я думаю, будет предоставляться нам в открытом виде. Группа риска, кстати, та же. Люди с соматическими, хроническими и онкозаболеваниями. Поэтому не стоит забывать о таком простом способе защиты, как медицинские маски. Руки и лицо следует тщательно мыть. По возможности стараться избегать мест скопления людей и плохо проветриваемых помещений. Врачи же настоятельно рекомендуют сделать прививку от коронавирусной инфекции. По статистике, вакцинированные переносят новый штамм амбулаторно или не попадают к врачам вовсе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Не дожидайтесь того, что жители вас снесут и откажутся от ваших услуг. С этого обращения начало совещание с управляющими компаниями глава Рязанской администрации Елена Сорокина. Тема жесткого разговора была одна – расчистка дворов от снега. Аутсайдера моих около половины от общего числа, конечно, досталось. А вот для тех, кто активно помогает городу, власти пообещали преференции. Личный объезд дворовых территорий для Елены Сорокиной стал своеобразным подтверждением всему сказанному двумя часами ранее. На встрече с руководителями управляющих компаний она говорила фактически от лица жителей. Нечищенные дворы, глубокая колейность проездов, заваленные снегом мусорные площадки. В общем, все китайские предупреждения для ленивых исчерпаны. «От ТСЖ, про которые Дмитрий Анатольевич сказал, что они там мало что имеют из техники, жалоб нет практически. Или на действия ТСЖ. Практически. Все жалобы от жителей, которые идут, они по деятельности управляющих компаний. Коллеги, не дожидайтесь того, что жители вас снесут и откажутся от ваших услуг». 87 управляющих компаний, 2796 домов, 88 единиц техники, 1135 дворников. Эти цифры звучали как сводка со снежных фронтов, причем как после проигранного сражения. Управляющие компании пока терпят фиаско. Возможно, из-за своей же экономии. Или лености. Называйте, как хотите. Один трактор на 50 домов – дело для них сегодня привычное, наверное, поэтому жалоб все больше. А вот для тех, кто честно выполняет свою работу, власти решили обозначить преференции. «Те управляющие компании, которые помогают городу в очистке въезда во дворы, междворовых проездов, с которыми никак мы пока не разберемся, но тем не менее, вы их чистите, эти междворовые проезды, которые улицами не являются. У управляющих компаний мы будем брать весь снег бесплатно. Весь». Неубранный мусор – настоящий бич городских микрорайонов. Об этом говорил руководитель госжилы инспекции. Региональный оператор пытался оправдываться. «Буквально вечером после объезда пришла куча жалоб на то, что Гапронск не вывозит мусор. Действительно так. Есть, ну, как бы были объективные причины о том, что нерасчищены подъезды, неубранно-контельные площадки. Вот из этих документов, которые я взял с собой, здесь все видно на фотографиях, это я вам обращаюсь. То, что пути расчищены, но на площадке творится просто безобразие». «Основная проблема, конечно, это отсутствие подъезда из-за нерасчищенных территорий. Если территория расчищена, то большое количество дворов уже образовали налить. То есть колея настолько сильная, что припаркованные машины еще к тому же стоят. И нашу технику просто стаскивает на машину. То есть водитель несет материально ответственность за это». Еще одна важная тема – налить, свисающая с крыш и массивные сталактиты. На улице Затинной, например, с крыши дома 38 глыба льда рухнула прямо на козырек подъезда. Представитель управляющей компании заверил – козырек восстановят, сосульки уберут. Теперь они – главный объект внимания для всех коммунальщиков. Сосульки и налить на крышах – привычное явление для многих рязанцев. Зачастую скапливающиеся ледяные глыбы становятся причинами несчастных случаев. А вот на улице Подгорная настенные ледяные сталактиты стали местной достопримечательностью. «И вон он, угол наш пошел. Злободневная тема. Все в подъезде. Отсюда вода поступает и просачивается на дальнейший уровень. Все ниже, ниже, ниже». Настенные ручьи внутри и ледяные реки снаружи. На новогодних праздниках такая картина может и выглядеть антуражно, как ледяное царство, но сейчас резко контрастирует с понятием благоустроенное жилье. Жители дома номер 4 на улице Подгорная уверяют, что это происходит с ними ежедневно. Вода с крыши топит не только подъезды, но и квартиры. «Произошло промерзание стены. В дальнейшем это все начало таять. И все, что тает, идет в подъезды плюс в жилые квартиры. Эта проблема начала назревать примерно три года назад. То есть пока такого глобального не было. Но сейчас это уже на грани аварийной ситуации, я думаю. Потому что промерзание стены довольно глубокое. Стена вся мокрая, кирпич силикатный. Если в ближайшее время будет мороз, а он будет, то, соответственно, этот кирпич может лопнуть». На первый взгляд дом выглядит заброшенным. В подъезде сырость, постоянно отваливающаяся штукатурка. Но здесь действительно живут люди. Местный лайфхак звучит как инструкция к применению. Чтобы добраться до квартиры, нужно иметь хорошую растяжку. «Все текло. Я подставляла. Кастрюлька висела на стене. Тут лоточек, там тряпочка. Все в воде. Все и по стене, и, наверное, к соседям, и все дальше. А куда-нибудь обращались?» «Обращались в ЖО наше». «Что они говорят?» «Мне сначала сказали, все текут, у всех дома текут. Ждите». Коллективная жалоба в прокуратуру и жилищную инспекцию уже ушла. Но в управляющей компании ничего экстраординарного. В ледовом наступлении на дом не видят. Подумаешь, сосульки. «Сейчас там работают люди, все наши, во главе с инженером и главным инженером. Налить сняли, воду всю убрали с крыши, с кровли. В подъезде, ну, будем смотреть, что залито, будем составлять акты». Вы будете смеяться, но капитальный ремонт фасада на этом доме уже проводили. Но, судя по нынешней картине, все попусту. «Капитальный ремонт кровли у нас делался. Совместно по федеральному программе часть вносили жильцы, часть с федерального бюджета выделялась. Ремонт кровли был сделан, опять же, это около семи лет назад. В дальнейшем на дом заходили определенные провайдеры со своими коммуникациями, высверивали технологические какие-то под свои нужды. Под кабели. Вероятно, в дальнейшем это все наполнялось водой, промерзание, что приводит вот к таким последствиям». За фото на этой ледяной стене плача нужно брать уже деньги, шутят местные. Проходя мимо, снимают местную достопримечательность весьма охотно. Главное теперь, говорят жильцы, чтобы это ледяное полотно не попало в сводки криминальных новостей. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Последствия январских снегопадов по сей день вызывают затруднение у автомобилистов и пешеходов, а городские службы борются с ними в круглосуточном режиме. И хотя в приоритете автодороги и тротуары, общественные пространства тоже не остаются без внимания коммунальщиков. Парк Гагарина в Преокском микрорайоне – любимейшее место в округе для прогулок и времяпрепровождения зимой и летом. Зеленая зона, где прогуливаются мамы с колясками и играют на детских площадках малыши, зимой превращается в центр зимних видов спорта. А вот ходить через парк в связи с огромным количеством выпавшего снега до сегодняшнего дня было довольно затруднительно. Основные силы средств у нас были сосредоточены на уборке тротуаров, пешеходных переходов. Сейчас вот наконец забрались до общественных пространств. В настоящее время московский участок дирекции благоустройства убирает парк Гагарина. Ну, как видите, работы ведутся, погода пока позволяет нам убирать общественные пространства. В этом году выпало очень большое количество осадков. Дирекция благоустройства работает в режиме повышенной готовности. Непрекращающиеся снегопады вынуждали городские службы неустанно работать на автодорогах и тротуарах, парковках и площадях, участках первой необходимости. Сейчас небольшая передышка, которую дала погода, позволила обратить внимание на парки и другие места. У нас проходит уборка территории. У нас сегодня здесь работает 11 уборщиков. Приехали два погрузчика, две тракторы-щетки. Стараемся привести в порядок центральной дорожки. В приоритете сейчас, естественно, тротуары, там, где в основном большая проходимость людей. Как появилась возможность, то есть мы пришли, стараемся, в принципе, сделать здесь работу. Обилие снега, как мы видим, радует местных жителей. По периметру парка организована лыжня, школьники катаются с горки, да и малышам такая зима явно по вкусу. А вот пешеходные дорожки теперь расчищены на радость тем, кто ходит пешком и пробираться сквозь сугробы устал. Довольны, конечно, уборкой уже хорошо. Конечно, бы еще немножечко с краешку почистили. Еще бы дорогу возле дворца почистили бы. А там, конечно, довольны. Мы ходим здесь с палками по утрам. Так, по периметру здесь нормально расчищена дорога. Так что там можно ходить и с палками, и так гулять на коляске. Рабочие дирекции расчистили даже занесенные с головой скамейки. Постарались на славу. А вот техника работает сегодня еще и на улице Молодцова. В деле можно наблюдать новые машины, приобретенные в начале этого сезона. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Главная спортивная новость января. Четвертый лыжный марафон «Экопарк Ски-2022». Две дистанции – 10 и 50 километров. Массовый старт 180 спортсменов и неподдельные эмоции. Трасса «Комплекс Алмаз» хорошо знакома всем любителям лыжного спорта. Именно здесь проходят тренировки и у профессионалов. Именно здесь ежегодно проводят главный рязанский марафон. Дистанция состоит из четырех кругов по 12,5 километров. Трасса, скажем так, умеренной сложности. Трассы подготовлены специальной машиной, ретраком. Трассы очень плотные, трассы очень широкие. Ширина менее 10 метров. Нигде нет. 10, 15, а то и 20 метров. Температура самая подходящая. Минус 6 градусов по Цельсию. Правда, всю ночь до этого шел снег. Он не прекратился и к началу гонки. Атмосферы добавлял пронзительный ветер. Но это было даже не минусом, а плюсом. Для проверки своих сил лучше условий не придумаешь. Сложно то, что погодные условия сегодня такие. Скорость будет не такая высокая. И будет тяжело, в общем, сегодня бежать, соревноваться. Готовы к старту? Да, всегда готовы. На что рассчитываете? На какие результаты в сегодняшней гонке? Ну, на самый высший. Будем стараться бороться со всеми. В топ-6, если заеду, будет все хорошо. Буду рад. Тем временем участники марафона преодолевают подъем за подъемом, уходят из поля зрения на участок в лесу и вновь появляются на горизонте. Спустя два с небольшим часа. На финишную прямую буквально вылетает тройка лидеров. Короткая борьба в створе и перед нами победители. Результатом доволен. В принципе, не ожидал. Хотел бороться за топ-6. Получилось попасть в тройку. В принципе, доволен и рад. Мне понравилось, как у меня сегодня начали лыжи работать со второго круга. То есть, третий и четвертый круг лыжи работали хорошо. Я этим был очень рад. Ну, а так мы менялись. Убежали от всех и менялись. В принципе, четвертый круг был. Мы ехали спокойно. Ну, и вот последний подъем. Начали разбираться. Сергей Андреев уступил лидеру гонки всего 2 секунды. Победу в борьбе одержал 25-летний рязанский лыжник. Его результат 2 часа 14 минут 18 секунд. Причем триумфатор Андрей Олипкин, по его собственным словам, лишь набирает форму. Но выглядел по ходу гонки так, будто и не было у него 5-летнего перерыва. Думал, настраивался на победу. Ну, а тут уже как выйдет. Я немножко хотел по дистанции, немножко разорвать пилотон, попробовать убежать. Но ветер. Так что первым не очень. Поэтому решил оставить все на финиш. И финишный рывок. Выдал, что есть и победил. По признанию спортсмена помогли родные стены. На этой трассе проходят основные тренировки Андрея. Уже в начале февраля он выступит за Рязань на чемпионате Центрального федерального округа. Третьим на пьедестале среди мужчин стал Никита Хабаров из Ярославской области. У женщин все призы забрали гости. Первая. Лали Кварацхелия из Свердловской области с результатом 2 часа 36 минут 57 секунд. Мария Жилина из Московской области уступила ей почти 11 минут. Ирина Савельева из Ивановской области еще 6. И ни один из призеров не остался без призов. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Апология Бориса Черствова. Это аскетические библейские образы в минималистской манере. Удивительное сочетание графики и скульптуры. Совсем немного художественных средств. Выпуклости, прочерченные линии. И в них едва уловимая пульсация жизни. Выставка в галерее Иванова определенно заслуживает вашего внимания. Минимализм и лаконичность, недопроявленность форм и при этом физическое ощущение динамики и оживающие вечные образы. В галерее Виктора Иванова открылась выставка настоящего поразительного современного искусства. В переводе с греческого «апология» значит «оправдание», «защитное письмо» или «похвала». В произведениях, представленных на выставке, есть оба этих смысла. Такое ощущение, что автор очень бережно касался работ. С большой нежностью и любовью к каждому образу. Каждое произведение отсылает нас к одному из библейских сюжетов. Это апология, это некий сбор евангельских сюжетов, вход в Господь в Иерусалим, добрая самаритянка, Мария Египетская, поклонение Христу. Все такое вот на... Ну это ни в коем случае нельзя в православную коннотацию все это погружать. Это такие общечеловеческие вещи. Это возвращение сына, это поклонение божеству, это любовь к матери, это путешествие в пустыне. Но это такие его большие вещи, которые просто автор собрал в законченную экспозицию. В современном искусстве имя скульптора Бориса Черстого занимает особое место. Автор многочисленных проектов и установленных в разных городах России памятников. Автор памятник воинам-интернационалистам в Самаре. Памятник погибшим журналистам, который в этом году только откроют в Москве, уже после смерти создателя. Заслуженный скульптор России, он оставил миру свои удивительные по красоте работы. Уникальные произведения современного пластического искусства. Фактически это отливок. Причем отливок таким образом, что вот это изначально просто пласт воска, который руками мастер с той стороны продавливает. И дальше этот пласт воска заливается в форму. Потом воск уходит, выпаривается. И бронза остается. Причем в момент отливки, вот на этой данной конкретной работе, произошла трещина, форма лопнула. И вот эти вещи образовались в тот момент, когда бронза застывала внутри. Поэтому, но при этом получился эффект, как будто бы состаренной работы. И она стала глубже, она как будто бы внутрь ушла. И из-за этого получился объем. Из-за того, что вот эти вещи, видите, они еще запатинировались. Проект скульптора Бориса Черстого в Апологии не похож ни на какой другой. Глубина и искренность, минимализм и осторожное, бережное отношение автора к сакральному, личному и одновременно главному, неподвластному времени. Проект, посвященный христианской тематике, представляет собой сочетание графики и скульптуры. Аскетичные образы являют зрителю абсолютное состояние духовного, транслируемое от автора. Восхитительные работы, которые высочайшего мирового уровня. И их просто необходимо увидеть для того, чтобы понимать, насколько сейчас широко и богато представлено русское искусство, именно русское современное искусство. Я надеюсь, что все найдут возможность прийти, посмотреть, насладиться этими великолепными шедеврами. Бронзовая скульптура, идущая в пустыне, объединяет экспозицию в цельный проект. Приверженцу архаической образности скульптуру важна первозданность формы, мягкая фактура бронзы. Выключившийся в связи с аварийной ситуацией свет в галерее, лишь дополнил атмосферу древней вечной темы экспозиции и обеспечил временное погружение зрителей в некое внепространственное. Марина Романюк, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». На этом у меня все новости. Уже в понедельник команда телекомпании «Город» оперативно и объективно расскажет, что происходит в регионе. А я желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин